Задание мужчине, говорю, вы доски в эти телефонные столетия не трогаете, я не знаю, чем закончится. Здравствуйте. Городие друзья, я рад приветствовать вас в партии противовестения в Украине, в Украине, в Украине. И здесь, в детском братстве, в Терапии, опущенный Андрей Владимирович Курбатов сегодня у нас застал. Что-то у вас много всех пришло. Много, говорю, у вас? Жарко. Расходимся. Я все говорю, инстаграм животворящий. Все, дожидая его, читаетесь? Ужас. А мне говорят, мне говорят все время, что вы в инстаграме, значит, боретесь с цифровой зависимостью. А мне в книжном магазине с ней бороться, я не понимаю. Ну ладно, это была шутка. Я в инстаграме обещал, что больше будет ответов на вопросы, чем речь, поэтому речь я сильно не заготовил. Вот, я просто хотел сказать про, ну вы знаете, да, сейчас у нас книжка здесь презентуется «Счастливый ребенок». Мы хотим слышать вас, пожалуйста, сделайте позвоночный доклад. Я постараюсь. Да, значит, «Счастливый ребенок», которая, ну по сути дела, посвящена формированию мозга ребенка до пубертата. Вот, потому что это, в общем, специфический процесс. После пубертата начинается новая жизнь. Вот, родитель, так сказать, объявляется персоной нон-грата во внутреннем пространстве ребенка. Вот, что, в общем, вполне естественно. Мы с вами биологические существа, да, и никто не виноват, что в тот момент, когда мы переживаем половое созревание, наша задача, как бы, искать, как бы, все, что с этим связано, вот, а родители в этом смысле мешающие существа. Вот, поэтому, хотим мы это или нет, но в подростковом возрасте, конечно, возникает конфликт между родителями и детьми. И дальше это вообще, на самом деле, сложная история, как строить эти отношения. Вот, но я считаю, что если вы их построили с ребенком, ну вот, на начальном этапе, да, с люльки и вот до, там, 10-11 лет, то в целом ваши отношения с ним и дальше, вне зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства, будут очень-очень неплохими. Когда меня спрашивают, что делать с 16-летним ребенком, вот, я не очень понимаю, почему речь идет о ребенке. Вот, потому что речь идет, конечно, уже о человеке, который, ну, имеет, как бы сказать, да, мозг еще не доразвит. Мы должны тоже признаться честно, он развивается, к счастью, до 25 лет. Вот, у этого есть плюсы и минусы. Вот, плюсы состоят в том, что чем дольше он развивается, да, чем больше он формируется, тем больше он впитывает в себя опыта для того, чтобы стать более сложным, более, как бы, таким хитро-изворотливым, в хорошем смысле этого слова. Но, с другой стороны, решения нам приходится принимать, многие жизненные решения нам приходится принимать еще на слабый мозг, в который недостаточно развит, да, я оказался военным в 14 лет. Что было с моим мозгом? Стресс. Стресс. Ну, стресс был, но, вот, но в целом, как бы, ума не было никакого. Вот, значит, когда вы поступаете в институт, вы должны выбрать свою жизнь наперед, да, вот, потому что вам с этим жить потом. Вот, но вы начнете... Алло, 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 я потерял голос, вернулся. Вот, вам жить, значит, с этим всем выбором, вот, а будущее, ваш мозг способен представлять с 21 года. То есть вы получите образование в нормальной системе, значит, получите профессию, и тут вы представите себе свое будущее. Вот, это вот, как бы, сюрприз, вот, такой вот. Да, значит, и, соответственно, мозг развивается долго, и поэтому, конечно, молодой человек осуществляет кучу ошибок. Конечно, он часто так строит отношения с близкими и так далее, и так далее, и с друзьями, что, в общем, потом страшно туда оглядываться. Думаешь, может быть, как-то... Почему я не проспал эти годы, да? Вот, и много уже не вернуть в этом смысле. Вот, но все-таки это ребенок уже... Уже не ребенок, это взрослый человек. Ребенком он является до периода пубертата. Вот, это то время, когда мы должны приложить все усилия для того, чтобы решить в целом очень ограниченный круг задач. Первое, мы должны научить ребенка испытывать положительные эмоции. Это тоже навык. Значит, эмоции – это тренируемая вещь, да? Вы эволюционно испытываете ощущения. Приятно, неприятно, комфортно, некомфортно, удовольствие, неудовольствие. Вот, что вы испытываете с точки зрения природы. А эмоции нас учат, да? Когда нам говорят, ты что, боишься? Боишься? Испугаешься? Боже, боже, ужас, ужас! Вот, ребенок говорит, боже, боже, ужас, ужас! И это он тренируем страх в нем. Вот, когда мы тренируем в нем радость, когда мы тренируем в нем ощущение счастья, да? Когда мы позволяем ему это назвать, понять, с чем это связано, да? И чтобы это функционировало еще в наших взаимоотношениях с ребенком, в нашем взаимодействии непосредственно с ним, он обучается этому, он обучается получать удовольствие от общения с другими людьми. Как вы хотите, чтобы люди, которые с вами общались, получали от этого удовольствие? Сами вы хотели бы получать удовольствие общаясь с другими людьми. Да? Значит, ну, этого надо научить ребенка, да? Ему надо, чтобы его маленьких, этот, конструирующийся мозг, это впало и жило там, и дало потом соответствующие ростки. Итак, первое, то, что вы должны научить его испытывать счастье, положительные эмоции. Да, счастья нет, все плохо, все умрем, все мои книжки читают, да? Да, но репетировать счастье, тренировать этот навык – очень полезная штука. Второе, что нужно научить ребенка – это концентрация внимания. Это умение концентрироваться на задаче, не фрустрироваться, как бы, ну, не бросать ее, когда ты переживаешь неудачу. Значит, у нас сейчас дети все готовы все получить сразу. Я не знаю, вот я в детстве, значит, нормальной была фраза, например, такая. Значит, вы случайно заходите в детский магазин, случайно, потому что вас туда принципиально не возят, чтобы ты, как бы сказать, не, слюни у тебя не текли, потому что денег, наверное, все равно нету. И, значит, ты видишь там какую-то игрушку и говоришь – а, какая игрушка? И тебе говорят – ну, через полгода будет день рождения, и если ты будешь хорошо себя вести, ты ее получишь. Знаете, зефировые тесты американцев – это что-то просто ничтожное. Там 20 минут ждать второй зефирки, полгода ждать игрушку, которая тебе нравится, время от времени сбегать из школы, чтобы посмотреть на нее, значит, как она там, находится ли еще на полке – вот оно, собственно говоря. Раньше у системы воспитания детей – это не хорошая система, это плохая система. Но при этом она приучала людей концентрироваться на задаче, терпеть, уметь справляться с внутренними какими-то вот этими всеми безобразиями. Частный ребенок получает все сразу. И это не позволяет ему концентрировать внимание, концентрироваться на деятельности и уметь переживать провалы. Вот в нашей жизни чего больше – победа или провалов? Это вы оптимистичны. В целом это как бы… Вот вспомните, когда вы последний раз хотели поговорить с кем-нибудь из близких, тревожащий вас вопрос. Вот. Наша жизнь полна о провалов. Вот. Да, поэтому, значит, провалов будет масса, да, и это нормальное дело. Вот. Мы не так часто выигрываем, вот, как хотелось бы. Вот. И, конечно, у нас значительно больше вещей, когда мы должны справляться с трудностями. Ну, вот. Самый популярный запрос на работу какой сейчас? Раньше самый популярный был стабильная работа. Сейчас самый популярный – интересная работа. Значит, ну, интерес – это крайне неустойчивая эмоция, я вам должен сказать. Вы способны испытать интерес на входе, а потом все равно надо будет поносить какие-нибудь, как бы, камни и что-нибудь еще там, я не знаю, поделать. Ну, вот. Обучать мозг навыку – это труд, потому что нейроны должны связаться с друг с другом в крепкие нейронные сети. Об этом я подробно рассказываю в книге, как она называется, «Как устроен мозг» для детей. Вот. Я предлагаю родителям, так сказать, внимательно обратить на нее внимание, взрослым людям. Вот. И тоже ее слой. Я вчера просто закончил вычитывать последнюю вторую часть. Вот. Там как раз про зефировые тесты и про терпение. Вот. Да. И вот, да, мысль у меня была. Да. И это работа. Это трудно, чтобы заставить нервные клетки расти, формировать навык. Да. И это неинтересно. Да. И поэтому нету интересной работы. Да. Есть интересное развлечение, когда вы приходите, и где-то там, как бы, это вот разница между, как это, туризмом и эмиграцией. Ну, вот. Это не значит, что вы не станете получать удовольствие от работы, когда у вас будет все получаться блестяще. Когда вы будете мастером своего дела, когда вы будете все знать, когда вы будете, как бы, вам будут говорить, ну, пожалуйста. И вы, ну, пожалуйста. И вот, да, в этот момент. Но до этого, вот этого еще идти 10 тысяч часов. Понимаете? Труда. Крови, пота там и так далее. Вот. Поэтому, так, это я говорю. Да. И вот, собственно говоря, задача вторая, я еще помню, держу мысль, но вот, второе, что мы должны сделать, это научить ребенку концентрироваться на задаче и не фрустрироваться, не терять, как бы, оптимизма, желание работать, когда ты с чем-то не справляешься. Это вторая важная вещь, которую мы должны научить ребенку. И третья важная вещь, которую мы должны научить самих себя, чтобы наши дети были счастливы. Значит, чему мы должны научить самих себя? Знаете, иногда, и вообще очень часто, и вообще, наверное, постоянно, вот, когда родители решают родить ребенка, вот, вот, если это не случилось внезапным, так сказать, событием, вот, и они решаются на этом, вот, они его сначала трудоустраивают. Они назначают ему работу. То есть, ну, от примитивного, что он должен будет нести тот самый стакан к моему изголовью, вот, размечтались, вот, значит, да, значит, это, он должен скрепить наши хлипкие супружеские музыки. Он должен решить меня одиночество, там, он должен радовать и быть, как бы, светом моей жизни и целью, потому что у меня нету цели, сейчас рожу, и будет цель, так? И он родился такой, и ему говорят, ты на работе. У тебя куча обязательств. И он их не может выполнить. Ну, во-первых, у него мозг незрелый, во-вторых, вообще, в принципе, вы не того трудоустроили, надо было себя на эту задачу трудоустроить. И вот если мы не научимся относиться к нашим детям, как к тому, что мы сделали для них самих, а не для себя, наши дети не будут счастливыми. У меня есть книжка еще про детство, называется «Исправь свое детство». Она нам в значительной части рассказывает именно о том, как мы можем вот этой своей неумным родительством испортить сразу много жизни. Свою, ребенка, внуков и, в общем, всех, кто по периметру. Вот. Это очень высокие ставки, когда мы говорим о детях. Вот. Поэтому я про них говорю настойчиво. Вот. В общем, все. Не буду больше нести эту гримотию. Знаете, да. В общем, да. Про книгу, про детскую сказал. Вот. Значит, в чем книга? Книга про детское. Она для, чтобы с родителями взаимодействовать. Дело в том, что тут есть такие лайфхаки. Без всех этих детских книжек. Значит, очень сложно ребенку объяснить. И в книге «Счастливый ребенок» я рассказываю, что просто даже не беритесь это объяснять, да. Почему, например, не надо играть в iPad? Или что телефон вредно смотреть много? Или что очень полезно читать книги? Ну, как бы, вы вообще хоть одно слово понимаете из того, что вы говорите? Я себя попрошу объяснять, вы потеряетесь, понимаете? Вам кажется, что вот эта сопля, она должна сообразить. Но она не может. Вот эти все объяснения ничего не стоят. У ребенка в этот момент работает этот жаркий мозг, так называемый, подкопковые структуры. И он хочет, чтобы ему дали то, что ему надо. Вот, поэтому, значит, книжки, если вы вместе с ребенком ее проходите, вы получаете возможность, как бы, относиться ко всем этим объяснениям, как бы, изнутри. Он сам становится человеком, который может объяснять, ну, почему не надо смотреть телефон, почему надо заниматься, почему, там, надо, как бы, удерживать свои негативные эмоции, там, и так далее. То есть, это здесь, в этой книжке, если вы ее с ребенком, как бы, как бы, пройдете, вы получите вот этот вот арсенал общих договоренностей по поводу того, что делать для того, чтобы он формировался таким, каким мы хотим его видеть. Вот, поэтому не отдавайте просто ребенку, чтобы он просто посмотрел. Вот. Имеет смысл провести совместную работу. Так, ладно, все, давайте вопросы. Я обещал вопросы. Дорогие друзья, как обычно, поднимайте, пожалуйста, руку, постараюсь ко всем подойти с микрофоном. Как только появляется вопрос, руки. Сил нет стоять. Здрасте. Ага. Вопрос от ориентации. Чтобы собирать еду, культурные объекты, надо первое отзначитаться хорошо, а второе, все факты. И у меня такой вопрос. Какой метод загрузки и когда хватит загружать? Ну, здесь, опять же, все зависит от цели и задач, которые вы делаете. Значит, если вы имеете дело с научной проблемой, вот, то там это будет одна технология. Если это будет проблема вашей жизни, и вам нужно принять какое-то решение, будет другая технология. Если это будет бизнес-задача, которую вы должны решить, это третья технология. Принцип один и тот же, потому что вы думаете одной и той же частью мозга про все эти вещи. Но технологии будут разные. Вы закачали головой по поводу жизни, когда я... Поэтому лайфхак из этой области. Значит, первая задача это... Ну, знаете, как факт карты, да, если чертоги разумы читали, нет? Вы берете большой лист бумаги, в центре пишите о чем, да? Ну, так вот, очень общо, да? На хрена хозяй по яму, когда он веселый будет? Пишите? Это про вашу жизнь. Вот, напишите им. Вот, после этого, значит, как у нас устроена дефолт-система? Значит, в дефолт-системе есть большие агрегации, такие семейства, вот, которые состоят из 20-25 элементов, да, и их порядка 5-6 штук в вашей голове. Поэтому первое, что вы должны сделать после того, как вы поставили, озадачились вопросом, что есть моя жизнь, вы должны собрать, выложить на это поле 4, 5, 6 вот таких вот крупных областей, которые действительно вас характеризуют. То есть, вот, условно говоря, если кто-то спросит, кто такой Вася, вы ему скажете, Вася, там, я не знаю, программист, там, я не знаю, хороший друг, там, я не знаю, умеет что-то делать или еще что-то делать. Ну, как бы, или там, я не знаю, чем еще занимается. Вот, и дальше вы разбираете эти большие зоны, которые вас характеризуют, да, в основном. И вот после этого ваша задача заняться инвентаризацией фактов, относящихся к конкретной зоне. То есть, условно говоря, значит, вы можете думать, например, что вы человек нерешительный, что вы человек, вам сложно брать ответственность на себя и так далее. Почему вы так думаете? Вы как-то могли это измерить, у вас были какие-то объективные доказательства? Не было. Вам кто-то что-то когда-то рассказал, вы когда-то использовали эти формулировки для того, чтобы слиться с какой-то некомфортной для вас деятельностью, и дальше вы зафиксировали у себя в голове эту самопрезентацию. Но если вы смотрите, что в ваших развлечениях стоит скалолазание, прыжки с парашюта, и еще вы играете на бирже, то вы взглянете на самого себя чуть-чуть по-другому, нежели вы привыкли про себя думать. Ведь самая наша главная задача, когда мы пытаемся понять, кто мы, потому что, видимо, пока так, как мы себя понимаем сейчас, не работает, то есть мы думаем, что мы понимаем, но при этом мы недовольны. Главное правило, значит, что-то не работает. Надо пересобрать. И вот наша задача пересобрать то, что представляет собой наша жизнь, переинвентаризировать ее. Но если вы собираете от себя, говорите, я такой-то, 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 вы рассказываете прежнюю историю, которая, черт знает, как возникла в вашей голове. Если вы хотите понять, что вы на самом деле, вы должны разобрать каждый из этих аспектов жизни, что он говорит про вас. Не то, что вы про себя думаете, не то, что вы представляете про себя, а то, что эти аспекты жизни свидетельствуют о том, какой вы человек. И таким образом вы сможете заново вывернуть себя наизнанку. После этого вы соберете новую историю, снова вы наделаете глупости, но, по крайней мере, это будет веселое путешествие. Спасибо большое. Здравствуйте, пожалуйста, вот есть такая методика, как джор-дистанция. Может быть, вы что-то про нее слышали? Что можете сказать? И еще тогда, как вы говорите, лайфхаков, может быть, несколько о том, как мозг тонусе подтирать. Возможно, какие-то фармацевтические... Не, вы смеетесь, но это на самом деле, во-первых, нас это всех ждет. Да. И вовсе для этого не надо, как бы, сказать... Как я уже рассказывал, наука о мозге переживает три революции. Значит, первые плоды мы уже пожинаем, две мы будем пожинать. Вторую уже чуть-чуть. Значит, первая нейрофизиологическая революция состоит в том, что мы увидели живой работающий мозг и связи между отдельными клетками, которые продуцируют определенные состояния. Вторая нейрофизиологическая революция у нас занимается тем, что она определяет как раз биохимию мозга. Потому что наш мозг – это фабрика по производству химических веществ, которая влияет на этот же самый мозг. И от того, как он там работает, соответствующие линии производства химических веществ изменяются, на него обратно воздействуют. И это вот такая фабрика по производству, применению, утилизации, обратной связи и снова и снова и снова работы с химическими веществами. С помощью химических веществ можно человека заставить быть счастливым, можно заставить быть в панике, можно заставить видеть красивые картины, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, химические вещества способны с нашим мозгом творить что-то несусветное. И, конечно, эта индустрия – одна из самых перспективных. И когда мы получим вот эту подробную карту биохимии мозга и сможем локально на нее влиять, это существенно изменит наше общество. Потому что, даже не хочу думать об этом направлении, вот, да, поэтому, соответственно, биохимия мозга сейчас изучается, развивается и так далее, вот, и, как бы, есть всякие разные вот всякие наотропы, всякие разные стимуляторы, там, и так далее, которые, так сказать, предполагается, что должны помогать работе мозга. Вот. Я, как врач, пока отношусь к этому скептически, вот, и, там, тоже касается тех же наотропов, они прекрасно действуют в первую неделю после инсульта. Вот. А если вы будете их принимать 10 лет до инсульта, то, возможно, эффекта не будет никакого. Вот. Но в этом направлении движение идет, просто сейчас нету чудо-таблетки. Вот. Это первое. Чтобы вы не смеялись. Вот. Второе. Значит, что поддерживает мозг в тонусе? Значит, первое, что поддерживает, это наличие физических нагрузок. Значит, наличие физических нагрузок – это очень важная составляющая для мозга. Почему? Потому что, значит, вот эта вот наша механика мышечная и прочая, она заставляет вырабатываться, которая все меньше и меньше вырабатывается сходством, на нейротропный фактор, который, как бы, обеспечивает рост и контакт нервных клеток друг другу. А второе – это интеллектуальная работа. Это тоже очень важная составляющая. Значит, когда вы решаете интеллектуальные задачи, вот, и желательно не в кроссворды, вот, а какие-то в практической жизни, потому что в практической жизни от вас требуется смекалка, а в кроссвордах вас требуется только эрудиция. Вот. Поэтому наличие занятости и решение каких-то задач – вот, это сверхважная задача. И третье – это социальная взаимодействие. Значит, мы когда-нибудь видели, как ездили в свое время, к нам ездили большими автобусами, такие пенсионеры, искренне, в Европу и Америке. Да. Вот. Вот такая идет, значит, группа товарищей. И они друг с другом, да-ля-ля-ля-ля-ля, там, куролесят там, что, куда-то, затусовали, где, как там, в чем жизнь держится непонятно, но они, только и дармутся вперед. Вот. Теперь представьте наших бабушек и дедушек в таком автобусе. Мы не умеем социально взаимодействовать. Мы считаем себя широкодушными. Обычно мы просто душные, без широкодушных. Вот. И, конечно, вот этот вот навык социальной коммуникации, совместных действий, совместных мероприятий, взаимного интереса друг к другу, это то, в чем, что надо в себе развивать, воспитывать и создавать вокруг себя вот такую социальную среду, потому что это очень важно для того самого мозга. Почему, когда я смотрю на какое-то время, скажем, на игру на скрипку, мне сначала интересно, мне кажется, что это просто, а потом я понимаю, что это просто очень сложно. Как тебя зовут? Василиса. Значит, вот вчера я закончил книжку «Как обучиться чему угодно», называется, по-моему. Это вот «Как работает мозг», а там «Как научиться чему угодно». И там я подробно отвечаю на твой вопрос. Но сейчас я отвечу коротко. Значит, да, коротко это будет сложно. Не сдерживайте себя. Не сдерживайте себя. Вот. В общем, короче говоря, в нашем мозге, я сейчас продемонстрирую полную свою педагогическую бессиленную версию. Значит, в нашем мозге есть нейрончики. Это, кстати, единственное, что я сам нарисовал в книге. Но очень горжусь, мне кажется, в них есть особое настроение. Вот. Да. Значит, эти нейрончики, они хорошо работают, чтобы играть на скрипке, если они друг с другом подружились и связались друг с другом лапками. У них много лапок. И вот они в целом ленивые. И в целом они им хорошо друг при дружке, они там сидят, и там один ногой болтал, другой что-то качал, там и так далее, и так далее. И вот чтобы они соединились в эту нейронную сеть, их нужно постоянно стимулировать. И нет другого способа для стимуляции, как взять скрипку и на ней бринкать и бринкать, бринкать и бринкать, бринкать и бринкать. Все с этого начинали. Леонардо да Винчи, Айбазовский, Паганини и кто угодно начинали с этой нехитрой задачи. И это касается и взрослых, потому что мы сейчас в Академии Смысла, в высшей школе методологии, занимаемся тем, что пытаемся разработать разные методики, позволяющие интенсифицировать работу интеллектуальной функции. И я вам должен сказать, что сейчас Академия уже идет третий год. И хотя у нас есть курсы, которые длятся два месяца, потом еще два месяца, потом еще два месяца и так далее, я вам должен сказать, что невозможно нарушить эти правила. Если вы хотите действительно выработать новый, существенный, профессиональный, интеллектуальный навык, вы в любом случае будете должны заниматься этим большое количество времени. Да, вам будет казаться, что вы все поняли после первого знакомства, да, вам будет казаться, что все уже надоело после второго, после третьего будет казаться, что все это бессмысленно и никуда, и незачем и так далее. И только постепенно вот этим тринк-тринк-тринк-тринк мы можем заставить наши нейрончики связаться на ручки и начать гонять по ним электричество. Но я вам должен сказать, что лучше, пусть оно гоняет электричество по этому, что мы натренировали последовательным системным тринк-тринк, чем оно будет гонять электричество, а оно будет. Как Бог на душ положит. Потому что в этом случае все, что нас ждет, это психические расстройства пограничного уровня. Деликатно я, так сказать, обозвал нашему с вами, так сказать, деятельность, в том случае, если у нас нету занятия, в которые мозг вовлечен, потому что соответствующие нейронные сети у него построены. Поэтому детям легче. Легче, потому что у них в этот момент очень много нейротропного фактора. Потому что вообще все построено на том, чтобы потреблять информацию извне. Вы просто поймите, что такое возраст. Возраст – это падающие веки. И заканчивается всем, что мы просто в них смотрим. Значит, ребенок, он смотрит на все с большим любопытством. Ему все интересно, потому что он еще не в курсе. Взрослые считают, что они в курсе. Хотя они смотрят просто на внутреннюю часть собственных век. Поднимите себе веки и что-то сделайте со своей жизнью, потому что в целом ждут нас такие дни, времена с прибабахом. Меня зовут Анатолий Дмитриевич. У меня вопрос такой. Я не только отец, я уже девушка. И я сейчас думаю о том, что кроме умственного, физического, психического развития ребенка, ведь еще есть духовное развитие. Вот как это все может соотноситься с духовным развитием, а конкретно с религиозностью? Вот не антиподы, а не сами по себе? Спасибо. Ну, я вам честно скажу, я всегда изящно обхожу тему религиозных воззрений. Значит, и скажу, что я делаю это, будучи верным своему любимому философу Людвигу Витгенштейну, который говорил, что вы ни в чем не можете быть уверены. Вы не можете быть уверены в отсутствии высших сил, вы не можете быть уверены в присутствии. Вот, поэтому мне кажется, этот разговор в принципе бессмысленным. Вот, и если кому-то что-то помогает, вот, то, ну и слава Богу, что бы это ни назначило. Вот. Значит, ну, я рассматриваю ваш вопрос чуть шире. Я его рассматриваю, мы же под духовностью понимаем не то, что Иегова нашептала Моисею на ухо, да? Ну вот, мы под духовностью в бытовом смысле рассматриваем человечность. Насколько, ну, что такое, возлюбить ближнего своего, да, и так далее, откажись от желаний и прочих всяких разных эгоистичных. Да, вот, мы в этом смысле говорим о человечности с большой буквы этого слова. Не о божественности, а именно о человечности. Потому что мы хотим, чтобы другие люди, ну, возлюбили нас, в целом, все из эгоистических соображений, все эти, быть эгоистом, все прошли по книжку. Ну, вот, тоже, чтобы не обольщаться. Вот, да, и мы хотим вот жить в мире, в котором эти ценности транслируются. Проблема состоит в том, что, конечно, мы входим в культуру, в которой, в принципе, нет общих ценностей. Ну, в принципе. Значит, если я раньше играл по большому блату один день в игру, где волк ловил яйца, и это было верхом технологического развития, вот, то сейчас дети и подростки могут ежекруглосуточно мочить друг друга из тяжелой артиллерии, вот, и, как бы сказать, испытывать от этого чувство большого удовлетворения. Вот, значит, все, что нам казалось какой-то универсальной ценностью, перестало ей быть. Я об этом пишу в красной таблетке и объясняю, как это происходит и почему. Вот, и мы, по сути дела, теряем общество, в котором есть некое единое представление о добре и злее, правильном и неправильном. Я могу сказать, что это представление никогда не было единым, оно никогда, слушайте, у нас рабство отменили в нашей стране не так давно, вот, одно в 61-м, другое в 91-м, понимаете, вот, ну, там еще в промежутках были 53-й, вот, да, в общем, короче говоря, говорить про то, что у нас когда-то было что-то такое невероятное. Нет, всегда мы жили мечтой о том, что будет какой-то человек, вот, который, все, музыкальное сопровождение наконечивает. Вот, но пафосно я выступал, правда? Да, значит, и этот вот, ну, никогда такого не было прекрасного человека, но религия рассказывала, что он есть, она формировала образы вот этих вот всяких разных прекрасных старцев, вот, если вы почитаете братьев Карамазовых, ну, Зосима реально святой человек, ну, вот, но это же придумал Федор Михайлович Достоевский, вот, тут надо отличать кино от домино. Вот, да, поэтому у нас есть эта мечта о вот этом, о таком человеке, и эта мечта сейчас помирает, вот что происходит, об неком едином таком прекрасном человеке, обладающем какими-то фантастическими качествами, вот, и это наш кризис культуры, вот, и меня пугает не то, что нету, там, духовности какой-то, да, чтобы мы под этим не понимали, меня пугает отсутствие общего информационного пространства, общего дискурса, в котором мы можем друг друга понимать, в котором мы можем понимать друг друга глубоко, в котором мы можем понимать смыслы. Я вот сейчас, не знаю, я подумал еще, что я сейчас саморозил, я говорил про старт и Зосиму, вот, кто разделяет эти смыслы здесь присутствующих? Да, вот, а это, можно сказать, лучшее произведение главного писателя нашей с вами страны, да, вот, поэтому, да, у нас нету общего, понимаете, про старт, вот из-за чего я переживаю. Вот, и люди в результате не могут общаться, они могут друг другом перекидываться картинками, это же, как удобно, поржал, передай другому, да, и они так и живут, ну, вот, а в ТикТоке можно даже этого не делать, вот, оно само тебе передается, как бы сказать, только ржи и все. Вот, да, поэтому вот, вот, что меня беспокоит, меня беспокоит единый общий информационный пункт, что с этим делать, я вот не знаю, убей бог, потому что я точно не поборник китайской специфики, чтобы всех построить, чтобы все ходили под флагом, вот, но с другой стороны, как бы, тоже, если все идут в разные стороны, вот, что в какой-то момент они все потеряются. Все. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я хотел бы задать вопрос о детях или шахтах, кака у них особенность, и как их адаптироваться к миру, где все заточено, вот, там, шахтах. Ну, вы задаете вопрос не по адресу, да, я, как бы, не специализируюсь прямо, там, на детях, на конкретных детях, я на мозге, вот, значит, если с точки зрения мозга, вот, значит, что мы знаем, мы знаем, что, значит, ну, во-первых, просто левши-правши, да, мы говорим про двигательную кору, это отдельная область мозга, а не весь мозг. Нельзя говорить про то, что есть некая асимметрия полушарий при наличии просто асимметрии в области движений, да, значит, поэтому, по всей видимости, существует очень широкий спектр каких-то нюансов. Например, по части, как бы сказать, людей с леворукостью, да, мы видим определенные нарушения в области дислексии, ну, как бы, в области, которые, нарушения, которые относятся к диклексии. Значит, что такое? Левополушарный, если вы двигаете левой рукой, у вас активизируется правое полушарие. Если оно доминантное и есть это асинхрония, ну, вот, то оно неразговорчивое, потому что речевой центр находится в левом полушарии. Соответственно, ну, возможно, есть какие-то корреляции, например, и не обязательно у самих левшей, а у детей левшей, там, и так далее. Ну, то есть, там есть всякие вот такие фокусы. Вот, и сказать, что сейчас есть какие-то, вот, прямо, выработанные стопроцентные технологии, потому что здесь точно надо генетически, только сейчас, сейчас вообще в генетике нейронной чудеса происходят. Да, вот, я вчера, позавчера, когда воскресенье было, вот, да, я разговаривал с пустдоком, ну, вот, замечательным, в Джерси, в университете работает наш, как бы, соотечественник. Вот, и они, вот, делают какую-то смешную штуку. Они, вот, из лимфоцитов алкоголиков выращивают стволовые, ну, создают стволовые клетки, а из стволовых клеток создают нейроны. Можете себе это представить? И потом проверяют, какие гены характеризуют алкоголизм. И показывают, что этот алкоголизм у нас с вами в 70, по-моему, 3% случаев наследственный. Никто тогда не может доказать все. Только сейчас, вот, представляете, чудеса какие. Вот, и мы узнаем много секретов. Да, вот, поэтому мы должны знать генетику, ждать генетические все эти вещи. Мы должны знать более тонкие вещи с точки зрения исследования работающего мозга, потому что сейчас мы слышим только эхо мозга. Потому что с помощью функциональной магнитоизмографии мы же не видим активности мозга. Мы видим, как бы, потребление веществ питательных, кислорода, там, и так далее, в ткани. Ну, вот, но и саму нейронную активность мы пока не умеем. Вот, так, но как это все уточнится, вот там уже будет, но это будет, мне кажется, россыпь вот таких вот разных каких-то штук. Вот, вот, как приспосабливаться, ну, на мой взгляд, стало значительно легче. Потому что в моем возрасте у всех у меня папа левша. Видел ли я его когда-то пишущим левой рукой? Вот, почему? Потому что... Но бокс выдавал правду. Левша настоящий. Так. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о кризисе трех лет и как выезжать в детских истях. Ну, легче книжку прочитать, я могу сказать. Ну, кризис трех лет в целом обязательное событие, просто у разных детей происходит с разной степенью интенсивности. Вообще, у меня есть вот книга «Что такое мышление?». Ну, да, у меня есть книга, она такая называется «Мышление. Системное исследование». Там собрано четыре книжки. Вот четвертая, вторая, называется «Что такое мышление?». Сложно объяснил. И там я рассказываю, значит, как мышление постепенно формируется. Здесь я рассказываю, как психика формируется целиком, а там я рассказываю, как мышление формируется. И вот три года – это очень важный момент. Почему? Потому что ребенок впервые начинает осознавать свое «я». То есть вот он до этого был абсолютно эгоцентричен. У него близко не было в голове, что там вот это вот как-то надо ко всем этим людям относиться как к чему-то, значит, требующему какого-то специального отношения. И вот ему в три года, потому что у него, значит, его самость растет, да, давление со стороны взрослых увеличивается, потому что чем он становится взрослее, тем мы считаем, что он должен быть более ответственный. А вот и менее, и меньше истерик, и вообще просто вести себя прилично тебе уже четыре года, да, возьми себя в руки. Он еще не знает слово «себя», не понимает, что такое «себя», но он взять уже должен. Вот, да, и вот этот период очень важный. Почему? Потому что ребенок пытается присвоить себе самое сложное слово. Самое сложное слово «я». Потому что ребенка называют, меня называли «Андрюша», «Андрейка», «Андрей», там, да, ну как бы, и на меня показывали пальцем. Ну вот, на маму показывали, говорили «мама», на папу показывали «папа». Никто не показывал на «я». Ну, если показывают, то говорили «Я тебе сказала!» «Я тебе сказал!» Говорили, да? Ну, как бы, как я могу присвоить слово «я»? Ну, то есть, я могу им всем их имена собственные раздать, а «я», да? И это происходит спонтанно. То есть, ребенок неожиданно начинает, перебирает слова в истерике, вот, и находит слово «я». И в этот момент его самость обретает такой центр тяжести, потому что он, как бы, нашел слово для коммуникации со всеми остальными, которые от него что-то хотят, которые от него что-то требуют, от которых в его жизни все зависит. И дальше он схватывает это слово, держит, держит за него, что называется, всеми четырьмя пальцами, вот, и бесит до последней, как бы сказать, этой смерти. Вот, и бьется, вот, и это мило по-своему, вот, ребенок ощущает самого себя. Если вы поймете, что происходит, вы перестанете его дразнить. Некоторые родители даже дразнят специально. Вот, ребенок, он приходит в фазу, когда он должен вот это «я» держать во что бы то ни стало. То есть, он не должен ни с кем соглашаться. Помните, такой мультик был, поросла, он там всем устроил, пошел, все, что-то ушла, как его доняло, и все делал наоборот. Вот, праздник непослушания была книжка для детей. Вот, да, все делать наоборот, ничему не слушаться, все. И дальше теперь, как издеваются родители. Ребенок, значит, увидел что-нибудь, например, посмотрел на стакан с соком, да, посмотрел. У него постепенно, медленно, пока мозг еще хреновый, рождается доминанта. Ну, то есть, он как-то соизмеряет, соизмеряет, как бы хочет он соку, не хочет, что там про это, мозг думает, вот это все, она зреет, 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 и так в глаз становится веселее. И тут мама, добродушная, милая мама, говорит, а хочешь соку? Да, мама. Он не хочет в этот момент. Ну, то есть, он хочет очень сильно, но он откажется, потому что вы не дали ему принять его собственное решение. Вы сделали это за него, да? То есть, вот, существует огромное количество нюансов, которыми мы в этом кризисе трех лет травмируем ребенка, не понимая, что нужно, как бы, наоборот, подстроиться, пройти это быстренько, аккуратненько, и дальше завернуть это в нормальную социальную ответственность. Вот, поэтому, кризис трех лет – это милое дело. Ну, вот, если вы не устраиваете из него, у кого я больше, поверьте, в этот момент у вашего ребенка я больше. Вот просто сдайтесь, потому что, кроме этого я, у него пока ничего нет. Он вокруг этого я потом соберет всю свою личность, все представления о себе, или вас самих начнет, как бы, идентифицировать как живых людей и так далее. Но это будет после. Вопрос следующий. Я сейчас занимаюсь научной работой, которая связана с организацией педагогического процесса для именно педагогов профессиональных. И я прервалась, прочитала вашу литературу, книжки, и пришла к выводу, что я должна в своей работе, пока я конструирую свою модель, воспользоваться вашей теорией. Я предложила это научному руководителю, который мне сказала, что, Оля, я тебе рекомендую мир не переворачивать, не стоит. Это брать. Как вы считаете, для профессионального педагогического образования стоит ли вообще внедрять именно в вашу систему развития мышления? Как вы думаете? Ну, во-первых, у меня нет... Ну, у меня нет, да. Значит, во-первых, у нас нет пока, и мы тонко думаем про то, как к этому подступиться, нет системы развития мышления в рамках образования. Я, ну, вот стандартного, где-то в Касадовского, школьного, вузовского и так далее. Более того, я опасаюсь, что, например, для младшего и среднешкольного образования это будет мало продуктивно, потому что мышление – это уже оперирование более-менее сложными, несуществующими интеллектуальными объектами. Вот, несуществующими в этом смысле, что их нету, но мы думаем, что они есть, как, например, нет уже Андрея Курпатова. Нет, но вы видите просто физический объект, который издает звуки, и то, который вы почему-то превратили в мой голос. Вас долго тренировали в соответствующей зоне коры, чтобы это и происходило. Вот. На самом деле, конечно, существует масса образов меня в вашей голове, которые вы считаете реальными мной. Но вы имеете дело с несуществующим мной, которого вы сами себе придумали. Улавливайте. Несуществующее существо. Вот. Понятно? Вы так смотрите? Ну, вы что, наверное, больной? Вот, да. Но я серьезно. Вот. Да, поэтому, значит, просто у детей это еще не незрело. Я думаю, что в целом это должно начинаться как раз именно с пубертата, когда вот то, что мы называем в методологии плоскости мышления, обретает свойство пространства мышления. Вот. И... Вот. Значит, поэтому это первое, что нету рецептов, невозможно это еще применить. Да? Значит, второе, это то, что, конечно, наше образование сейчас счастливо умрет. Вот. Нужно просто тоже отдавать себе отчет, что есть корабль, которому не всплыть. Вот. А что это превратится, я пока не очень понимаю. Вот. Потому что в целом какой-то единого, как бы, тренда того, как это должно происходить, не выявляется. Но, как бы, очевидно, что просто образование в том виде, в котором оно сейчас все менее, как бы, успешно, да, вот, а с другой стороны, оно, как бы, ну, неадекватно, неадекватно, не отвечает запросу, который на него есть. Вот. Поэтому все это будет как-то меняться, и... Ну, вот. Но я, знаете, как все время говорю, значит, это надо преследовать. Вот. И вот, условно говоря, что если вам что делать, да, вот, то, мне кажется, надо просто исследовать. Вот. И, во-первых, это дико любопытно. Потому что это открывает кучу сюрпризов. Все. У меня все время ощущение, что... Вот. У меня сейчас спрашивают, а почему, знаете, ответы на все вопросы? Нет. Спрашиваю. Вот. Я... А я так спрашиваю себя, откуда ты здесь в курсе? Ну, я переадресую. Вот. Я тут такой, ты вообще не знаешь ничего. Ну, то есть, я знаю какие-то способы сборки наших знаний, которые позволяют сделать следующий шаг. Но я ни в чем ни в этом не могу быть уверен на сто процентов, да? Все это в каждой ситуации будет иметь свою какую-то особенность, какие-то свои нюансы, которые невозможно сделать, вывести из общего случая, да? Вот. И так далее. Ну, вот. Поэтому исследование это дико интересно. Вот. Я сейчас веду параллельно, наверное, порядка... Ну, точно больше десяти различных исследовательских программ, да? Ну, вот. Мы изучаем, значит... Как тестировать типы хорошо, как определять, какие люди какую информацию воспринимают, какую не воспринимают. Мы изучаем, в каких группах эффективные взаимодействия, в каких неэффективные и так далее. Куча сюрпризов. Ну, то есть, вот я просто сижу, сначала все наворочишь, это называется идея гипотезы. Потом пойдешь в реальность, она тебе стукнет, вот, ты такой счастливый откатишься обратно, пересоберешься и снова, ну, вот. И вот так вот. Вот. Поэтому я бы просто занимался исследованием, глядя на то, что сейчас происходит в двух вещах. Успешные практики образовательные, которые есть все-таки в мире, да? Ну, вот, в мире есть ряд уст... Они, как бы, не фанацея, но они почему-то работают. Ну, то есть, вот, например, сейчас работает практика, когда вы учите ребенка не предмету, а вы учите его, как бы, некое понимание некой ситуации с использованием знаний из разных предметов. Ну, то есть, это совсем другая история, чем, как бы, наши прежние, вот, это вот, да? Ну, вот. Насколько это будет продуктивно, я не знаю. Ну, то есть, но... И результаты неплохие. То есть, можно брать эти практики и смотреть. И второе, это, когда вы смотрите на результат, пытаться понять, какая нейрофизиологическая или методологическая конструкция может за этим скрываться. Вот. Потому что, я вот сейчас рассказывал там, в интервью, а вот, когда... Давайте последнюю, просто, байку. Вот. Значит, когда надо было придумывать психотерапию в России, вся психотерапия в мире уже закончилась. Ну, правда. Значит, там был великий период становления психотерапии. Фрейд с психоанализом динамической психотерапии, значит, Павлов, Уотсон, там, и так далее, скинер, с поведенческой психотерапией. Там мы дальше, когнитивной психотерапии, гуманистическая, там все, маслу, Перлз, Роджерс, и чертов стопик. И вот, а у нас был занавес. Занавес был железный. Вот. И когда покойный профессор Смирнов-Виктор Стернафонович на лекции, там, в узком собрании психиатра говорил, фрейд, вот, все падали в ужасе, потому что явно сейчас какая-то просто что-то прозвенит какой-то, глаз небесный. Вот. И, да, и нам вдруг открыли ботанический сад. Ну, то есть, если вся Европа, она как бы росла вместе с психотерапией, с разной, то мы такие, раз, и входим в ботанический сад. Тут вам, понимаете, подсолнухи от Фрейда, вот, или что-то другое. Тут вам, Василечки от Роджерса, и вот там, и разбирайся. Да, вот. И дальше у нас, собственно говоря, все рванули, что? Хвати какую-то поярче. Вот. Бери, который прямо на тебя смотрит. Вот. И у нас насоздавалась куча всяких ассоциаций, вот эти все, чему только не учат. Здесь вот везде разные теории, вот откуда они взяли, непонятно, но она, как бы, все. Вот. И дальше, соответственно, было, как бы, две такие попытки. Одна такая еще шла из советской психологии. У нас был Месищев, у нас был Борис Нитрович Кровосарский, покойный учитель моего отца. Вот. Они, как бы, исходили из вот этой, такой отечественной психологии, очень специфичной, вот, и пытались на нее надеть, вот, как бы, лепестки из этих цветочков, вот, но там сама основа была хлипкая. Мышление, сознание, деятельность, в общем, кто знает эти фамилии, Лурия Месищева и так далее, понимает, насколько там все, как бы, вилами по воде. Да, вот. Мы пошли другим путем. Мы пошли тем, что мы сказали, так, есть нейрофизиология, есть то, как работает мозг. Да, мы знаем это плохо, да, но мы знаем, что есть динамический стереотип, мы знаем, что есть доминант, мы знаем, что есть отношение к знаку значения, там, и так далее, и так далее, все, что я описываю в книге «Законы мозга». Вот, давайте мы возьмем эти универсальные законы и посмотрим, как они работают в рамках тех или иных методик, техник, которые используют разные направления. Они их могут называть эти техники разными именами, при этом они будут использовать один и тот же нейрофизиологический базис, они будут воздействовать на один и тот же психический феномен. И вот, когда я сделал системно-поведенческую психотерапию, ее, кстати, сейчас передадут, вот, задача была именно в том, чтобы взять вот знания о мозге и посмотреть практики так, чтобы они легли на нейрофизиологию. И благодаря этому вы можете получить нормальную реконструкцию пациента, потому что вы его реконструируете не из гипотетической конструкции, что он хочет свою маму и убить своего папу, вот, или там еще из какого-нибудь, а он выходит, исходит из конструкции, что есть динамический стереотип, есть доминанты и так далее, и так далее, что мы видим в эксперименте, в науке, в настоящей действительности. Поэтому, если говорить про то, что делать, это брать эффективные практики и понимать, какие особенности мозга, какая его специфика, вот, позволяет этим техникам быть эффективными. И вполне возможно, что мы наткнемся на какие-то вещи, существующие в науке, которые, как бы, есть пока только в рамках лабораторий, но не превращены вот в те методологические концепты, которые позволяют формировать остов вот научной дисциплины. Вот. Ну, потому что, как вы понимаете, там, даже Павлов столько не рассказывал про динамические стереотипы, сколько я рассказывал. Да? Ну, вот. Почему? То, что Павлов нашел принцип, а я после этого наследовал Конрада Лоренца, понимаете, как его нейробиологию, там, и так далее, набор знаний, которых у Павлова просто не было, которые позволили это развить. Ну, вот. Поэтому, ну, в общем, такой. Я, да, понятно, объяснил. Вот. Андрей Вадимович, я нарушил прессию, да. Сколько можно? А здесь вопрос, и тогда бывает много. У нас уже все, ну, давайте. Ладно. Итак, зашел, какая-то все. Ну, давайте. Не, да, не должна работать. Добрый день. Знаете, у меня такое , которое получается положение всеми мнений, вот, в общем, было, в смысле, может быть, очень интересная обширская методика, там, большой набор методологии, различных порастиков нашего возраста. Вы мне встите? Но, как интересно, вот так это все апробировано, к сути, на логической науки и классического научного подхода? И, конечно, вот так это все апробировано, к сути, на логической науки и классического научного подхода? И, конечно, это, на мой взгляд, просто глупость, потому что количество исследований по каждому пункту, который приведен у меня в любой книге, их десятки. Более того, значит, если вот посмотреть книжки, в которых есть ссылки на эти эксперименты, я вам должен сказать, что было приведено исследование и обращаются меньше, чем в 3% случаев к этим ссылкам. И доверяют этим книжкам, потому что просто там сложными буквами написано Nature и так далее. Хотя и в Nature...